Ну а мне бы тогда просто-напросто хотелось за свой аккаунт 10 миллионов рублей, почему бы и нет? Всем привет, с вами Priya. Недавно нашумела новость о том, что житель Красноярска продает свой аккаунт World of Warcraft за 6 миллионов рублей. Он поясняет это различными какими-то редкими маунтами, на которые якобы игроки потратили бы столько же рублей, если покупали бы их откуда-либо. Давайте внимательно ознакомимся с его продажей, с его лотом на сайте и прочитаем об этом лоте, посмотрим, что есть на этом персонаже и рассмотрим все более детально. Надо бы немножко коротко о себе рассказать. Играю в эту игру 10 лет, имею хорошее количество маунтов, питомцев, ачивментов 26 тысяч, поэтому думаю моральное право на такую аналитику имею. Начнем же. Итак, аккаунт World of Warcraft, аукцион, город Красноярск. Что мы можем увидеть по скриншотам? Паладин с неактивной учетной записью, гербовая накидка, насколько я правильно помню, это пандоренская, то есть и также еще есть некие персонажи там 90-го, 100-го уровня, ну и 320-го, наверное, аукционные персонажи. Затерянный во времени протодракон, окей, маунт, весьма редкий. Серый издовой верблюд, по-моему, это тот маунт, который по статуэтке ищется в льдуме, хорошо, он тоже редкий. Подчиненный морской конек, это, насколько я правильно помню, Посейдус, раньше он был редким, сейчас на ауке там он стоит вообще очень-очень дешево, тысяч, по-моему, 10-15 голды. И огненный боевой конь, это с Каражана, именно рейда падает. Ну и конь смерти Ревендера. Делать большое количество ранов в такое подземелье, как Стратхольм, на текущий момент очень приятно, и можно спокойно этого маунта выформить. Ну, все зависит, опять же, от терпения человека. Тут что? А, ну тут типа игрушки и все такое прочее показано. Окей, прочитаем внимательно описание лота. Продаю ретрика Ник Лартес, сервер Гардуни. Ретрик 21 тысяча очков достижений, 366 маунтов, очень много с 1% дропом. Также есть самые редкие в игре. Затерянный во времени Протодракон, окей, я уже высказался о нем. Посейдус, тоже высказался. Верблюд Сульдума, я тоже о нем высказался. Эонакс, это с подземья, по-моему. Ну да, он достаточно редкий, хорошо. Солнечной шкурой малый Гром, это печатка. Это маунт, который падает в Дреноре. Там по разным локациям разбросаны разные рарники. И, по-моему, Солнечной шкурой малый Грон, он выпадает с рарника, который находится в верхней локации. Гор Грон, если правильно помню, она называется. Коготь Бездны Темной Звезды, это темная версия Анзу с фиолетовым пламенем. Да, маунт красивый и, в принципе, редкий. Давно брошенный Гиппогриф. Это кристаллики нужно воссудить, собирать. Да, он весьма редкий. Головами Мирона тоже редкий маунт. Пепел Алара, тоже редкий маунт, который из крепости Бурь падает. Конь Смерти Ревендера высказался о нем. Алистраза. Сейчас бы так Алистразу, конечно, написать. Ну ладно, что имелось в виду под Алистразой, я, конечно, выскажу свое предположение. Скорее всего, это какой-то маунт с души дракона, прислужница-хранительница жизни, что-то типа такого. Короче, с ласта в душе дракона падает два маунта. И, походу, это один из них. Ладно. 311 питомцев, очень много с 1% дропом. Разве у нас есть питомцы с 1% дропом? Ну, сколько вот я их собираю? В основном-то все ловятся. Какие-то заачи выдаются. Может, с рейда там имелось в виду 1% дропом. Ладно. 330 игрушек, очень много с 1% дропом. Но игрушки есть, рядки, согласен. 64 звания, 97 превознесений фракций. Статистики 87, потому что 10 фермеров не идут в счет статистики. Но они лучшие друзья, то есть превознесения. Нет, это не так работает. Лучшие друзья — это лучшие друзья. Превознесение — это превознесение. Механику игры поломать нельзя таким способом, увы. Одет в последний PvP-шмот, внешний вид шмота поменен на очень редкую коллекцию. Люди выбивают годами ее. Что представляет из себя его сет брони? Это самый обычный Т1, который дропается из огненных недр. Т1 означает тир 1. Самый первый сет брони, который был введен в игру. На текущий момент его можно выбить. Если мы хотим получить его для трансмагрификации, то есть изменения внешнего вида, мы можем просто-напросто купить какие-либо наследуемые вещи, которые стоят тысячу золота, полторы тысячи золота. Это очень малая сумма золота на текущий момент. Поэтому сет не дропается целый год. Ну, максимум 2-3 месяца, потому что какие-нибудь там перчатки могут очень долго не выпадать, а они, может быть, являются ключевыми. Профессия абсолютно все. Ювелирное дело — наложение чар, кулинарка, археология, рыбалка, первая помощь. Все прокачаны до максимума. Нет, ну кулинарка, археология, рыбалка и первая помощь — это, в принципе, очень редкие профессии. Я считаю, их никто в игре еще не прокачал, так что да, можно похлопать. Скуплены все маунты, которые стоят от 5 до 150 тысяч золотых. К этому мы еще вернемся. Аккаунт проплачен до мая 18-го. Причина продажи — играя 8 лет надоело. Также на аккаунте есть Разбойник 90-й левел, Маг 90-й. Угу, угу, угу. Покупались для лекси-версии. Все полагающие плюшки имеются. Подарок идет игра Харстоун. В ней 9 персонажей прокачаны до максимума каждого по 1000 плюс побед. Все 9 персонажей золотые. Также очень много карт куплено. Наличие практически 80% карт золотые. Подарок идет игра Диабло 3. Полностью пройдены все города. Еще много чего интересного и заманчивого подробностей. Оплата только нал в городе Красноярске. Лаба в обмане. Подробности по телефону. Ну, в принципе, очень интересно. Давайте-ка мы приступим к детальной аналитике. Потому что сейчас очень много в интернете раздули по типу, что у него якобы реально. Такие прям вау. Какие редкие маунты. Кстати, число маунтов-то, если что, неправильное. Я могу вас разубедить сейчас. Мы перейдем к такому сайту под названием Simple Armory. Simple Armory это сайт, который делает детальную информацию абсолютно обо всем, что вам только интересно узнать о персонаже. Мы можем посмотреть абсолютно различные модули, абсолютно различных дополнений, которые нам только интересны. Начнем же. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть то, что человек не врал. У него нету 100 превознесений. У него есть 300 игрушек. Есть наследуемые вещи. Далее. Battle for Azeroth не играл. Ну, это, в принципе, понятно по его левелу. Далее. Смотрим Legion. Rate drop of 0. А далее. Dungeon drop. То есть, есть актуальный огненный боевой конь. Ну, с каражана, который нынче он называется, полночь. Также есть пылающий угольный змей. Это не особо редкие маунты. Лиса. Редкий маунт. Почему он ее не написал? Вопрос хороший. То, что выполнены секретные маунты по головоломкам, почему не вписаны в сайте продажи аккаунта, непонятно. Маунты, ну, требуют немножко свободного времени для того, чтобы их сделать. Кому-то просто лень. Например, мне. А, в принципе, они делаются часов 15-20. Может, меньше даже на текущий момент. Далее смотрим маунтов с Дренора. Rate drop of 0. С World Boss'а маунта тоже нету. Rar Spawn'ы. То есть, коготь. Темные бездны есть. Ну, а все тут получается. Что еще редкого такого? Ну, и другие различные маунты. По типу Солнечно-Шкурового Малого Грона есть. К примеру, это Луна Потам, или как он правильно называется. Далее, если рассмотреть Пандарию, то тут должен быть еще один блок. А именно, челлендж мод. Если открыть моего персонажа, то можно увидеть, что на нем есть эти фениксы за пройденные испытания на серебро. Если же открыть его персонажа, то этого блока здесь просто нету. Ну, потому что в текущий момент испытания Пандарии пройти нельзя. Ведь текущий аддон это Battle for Azeroth. Битва за Азерот. И поэтому эти маунты являются удаленными. У него их нет. Он требует 6 миллионов рублей за свой аккаунт. Я вам напомню. Далее. Raid Drop'ов 0. Swirl Boss'ов маунтов 0. Увы. Но зато сделаны все остальные. В принципе, они делаются достаточно легко. И имеются у всех. Далее. Рассматриваем катаклизмовских маунтов. Есть многие. Но в описании лота было написано о какой-то Алистразе. Тут я, в принципе, ее не вижу. То есть, ее просто-напросто нету. Тут есть дракон Северного Ветра, который падает с Лакира. Тут есть яйцо Мелозор, которое падает с Аргнароса. Это огненная птица большая. И огненный Анзу. То есть, крыло Алистразор. Маунт это редкий. Почему он их не вписал? Вопрос тоже весьма хороший. Посмотрим дополнение Лича. Куплены абсолютно все маунты с Серебряного Турнира. Это похвально. Дропнут. Таймлост. То есть, потерянного времени протодракон. Но нету непобедимого. Увы. БК закрыта полностью. Огненный боевой конь. Обычная Анзу. Алар. То есть, все это дропнуто. Маунты с профессией мы даже смотреть не будем. Потому что они покупаются за голду. А если это археологические, то они выкапываются там за какой-то короткий промежуток времени. В ПВП получается маунт за 40 уровень чести не получен. Там где-то, наверное, 20-30 у него. То есть, так как есть маунт за 15-й. Куплены некоторые маунты за сёдло. Прокачена репутация с легионовской фракцией. Которая требует убийства игроков для прокачки репутации. Ну, неплохо. Посмотрим ворлд-эвенты. Выполнены абсолютно все праздники на аккаунте. Это делается за год. Есть маунты с Брюфеста. Это хмельной фестиваль Кода и Баран. Далее с Хэллоуина, с Тыквовина коня нету. Ну, это вообще маунт ничего не стоит. Ракеты нету. Вообще абсолютно ни один сезон бойцовской гильдии не завершён. То есть, нету ни одного маунта. Если глянуть, например, мой аккаунт, то тут есть три маунта за разные сезоны. С режима таймволков ни одного маунта. Но там абсолютно все покупаются за баджи, а хотя самым редким является попиратель времён, который просто-напросто дропается с убитых боссов в режиме таймволка. Путешествие во времени. Дроп весьма маленький, поэтому неудивительно, что он не имеется на его аккаунте. Ну и мы подошли к самым интересным маунтам, а именно к маунтам в ветке промоушен, ну, ответвления. Это те маунты, которые давались за какие-либо коллекционные издания. Маунты за Близзкон, купленные с магазина Близзард, полученные за режим пригласи друга. Различные ФСГ маунты по типу спектрального тигра, шерстистого носорога, волшебного петуха, эфемерного скакуна. Их очень много. То есть, тут очень-очень много под них выделено ячеек. Их действительно очень много. И стоят они действительно дорого, но у него нету абсолютно ни одного такого маунта. Спектральный тигр очень классный маунт. Он действительно стоит дорого, он стоит своих денег. Но, конечно, цена не каждому по карману. На текущий момент это где-то 250 тысяч рублей. Если оценивать все это в золоте, ну, там примерно 30 или 40 миллионов люди с него отваливают на текущий момент. Мне же повезло. Я купил его в Дреноре где-то за миллион 200 голды. Это было 4 года назад. Я доволен такой покупкой. А как объясняет портовец при продаже своего аккаунта? Так это именно то, что в реальном мире его маунты на аккаунте обошлись примерно в эту же сумму. Внимание, вопрос. Какие маунты из всех здесь указанных 318 штук могли обойтись хотя бы в миллион рублей? Складывается весьма хороший вопрос. Такое чувство, что нас где-то обманули. Хорошо, допустим, какие-то редкие маунты, будучи какими-то рейддропами, могут стоить дорого. Но это не миллион рублей, стоит помнить. Да, некоторые сайты могут за вас закемпить какого-либо маунта. Это осуждаю, конечно же. Так как в рамках лицензионного соглашения Blizzard нельзя делать какие-либо услуги, связанные за реальную валюту. Но даже если взять все абсолютно по голде, перевести голду по курсу жетона в рубли, и с этого даже не получится миллион. Нет, никак и никогда. Ну и напоследок можно просто-напросто посидеть и почитать абсолютно все комментарии к этому прекрасному аккаунту World of Warcraft, который продается за такую прекраснейшую сумму, которую, конечно же, может себе позволить среднестатистический игрок, играющий в данную игру. Итак, комментариев всего 5. Начнем же. Актуальное дополнение куплено, сколько часов 120 уровень шеи. То есть человек спрашивает о том, сколько человек наиграл на 120 левеле, хотя предоставлен скриншот о том, что паладин 110 в уровне. То есть вопрос сам по себе, уже неправильный, мягко говоря. На что мы получаем ответ? Данная цена из-за количества редчайших маунтов. Если всех этих маунтов заказывать на сайтах, то цена такого аккаунта получится миллион рублей. Ну, кстати, об этом я говорил чуть ранее. Я не читал комменты, говорю вам честно. Последнее дополнение не куплено. Есть ли скакунтираэля какие маунты есть, которых в Варкрафте нет? Сверху в моем ответе есть ссылка. Пройдите по ней, там зайдите в коллекции, и там все можно посмотреть. Мы уже перешли на более лучшую ссылку, чем ты мог предоставить. Он предоставил ссылку на актуальное его арморе, но там не особо удобно смотреть маунтов. А сайт Simple Armory удобнее намного, потому что мы можем посмотреть различные проценты дропа маунтов, если они предоставлены с такого сайта, как WoW Head. Ну и также более удобно по дополнениям глянуть, какие маунты были получены, а также откуда они были получены. Это также имеет свою ценность. Дружище, не по теме вопрос, но все же. Раз уж ты дошел до того, что тебе надоело, сколько времени ты потратил на игру? Лет 10 с перерывами, и то не надоело, а просто время не отыграть. Ну, действительно, если ты играешь 10 лет по 1 часу в месяц, тебе никогда не надоест. Если ты играешь 10 лет по 16 часов в день, то тебе надоест. Ну, это так просто. Мысль весьма умная для вас, задумайтесь о ней. Сколько часов общая на профиле? Play at 300-400 дней, точно не помню. Это мало за 10 лет. У меня наиграно дней, наверное, 900 или 1000 даже. Окей. Далее коммент вообще свежий, то есть, получается, сегодняшним днем в 5 часов, это 17 часов назад. Это полное... Я не монтируюсь на видосиках, как бы вы сами прочитаете. И встречный коммент от, получается, продавца. За 5 лямов заберешь. Тем самым мы можем сделать вывод, что аккаунт не продан. Навряд ли он вообще продастся, потому что цена, ну, действительно огромная. Вывод какой? С этого поднята большая шумиха, но по факту из ничего. Просто-напросто раздули из мухи слона. Те маунты, которые предоставлены, они не стоят миллион, как думает этот человек. Ну, да, он наиграл 10 лет. И что? Это не 10 лет нормального геймплея, по которому можно слушать, слышать и рассуждать о какой-либо ценности чего-либо. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Слушайте только правильные мысли. До скорого.